МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. В Вильнюсе открывается саммит Восточного партнерства. Позицию Беларуси в отношении этой европейской инициативы представит министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей. Кроме того, планируется, что он проведет двусторонние встречи с представителями стран-членов Евросоюза и государств-партнеров, а также с руководством европейских структур. Сегодня в Вильнюсе пройдет и бизнес-форум Восточного партнерства, инициатором создания которого в свое время выступила Беларусь. На этом мероприятии нашу страну представляет министр экономики Николай Снабков. Напомню, Восточное партнерство – проект, направленный на укрепление взаимоотношений между Евросоюзом и странами, являющимися его восточными партнерами – Беларусью, Молдовой, Украиной, Арменией, Азербайджаном, Грузией. Беларусь многого добилась в области здравоохранения. Это констатировала директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Жужана Якоб. Она находится с визитом в Минске. Сегодня прошли встречи в правительстве. Представители ВОЗ планируют подписать с нашей страной двугодичное соглашение о взаимодействии, в котором заложены новые приоритеты. Я бы хотела отметить успехи белорусской медицины, особенно в двух областях. Это снижение материнской и младенческой смертности. В последние годы вы добились потрясающих успехов. Я бы хотела, чтобы у других стран были такие же показатели, как у Беларуси. Кроме того, у вас высокая степень всеобщего охвата населения медицинскими услугами. Штормовое предупреждение от синоптиков. В Минской области значительно усилится ветер до 15-18 метров в секунду. Неблагоприятное метеорологическое явление продлится до 9 вечера. Погода в ближайшие дни останется неустойчивой. То снег, то дождь, то плюс, то минус. Ожидается гололедица. Кстати, в первые морозные дни появились и пострадавшие от гололедных травм. Только за последние сутки в одной из минских больниц обратилось 250 человек. 18 госпитализированы с переломами. Победим рак вместе. Сегодня в Беларуси началась двухдневная республиканская акция, в рамках которой любой желающий сможет бесплатно проконсультироваться у онколога. Это можно сделать без предварительной записи и без обращения в регистратуру в онкодиспансерах по всей стране. По словам врачей, большое значение во время акции уделят профилактике и ранней диагностике. Добавлю, заболеваемость раком растет во всем мире. Но, как показывает практика, почти треть случаев можно предупредить на ранней стадии. Для этого необходимо отказаться от курения, алкоголя, а также повысить физическую активность. Родные сослуживцы и учителя сегодня в Бресте вспоминали первого героя Беларуси Владимира Карвата. Памятные мероприятия прошли в школе, где учился будущий летчик. Как вспоминают его сослуживцы, он мечтал много и долго летать, но, увы, не довелось. Выполняя учебно-тренировочный полет 23 мая 1996 года, самолет летчика первого класса потерпел авиакатастрофу. Машина загорелась и стала неуправляемой. Карват ценой собственной жизни увел падающий лайнер от населенных пунктов Барановичского района. Свидетелями катастрофы стали многие местные жители. По заключению экспертной комиссии, герой до последней секунды сжимал рычаги управления. Сегодня ему бы исполнилось 55. Скромным, застенчивым, очень добрым. Учился он средний, но всегда такой он исполнительный был. Всегда соревновались городские с военнослужащими детьми. Футбол гоняли, игры такие делали. Он всегда был такой очень симпатичный. Комета Века, открытая белорусским астрономом, в ближайшие часы поборется с Солнцем. Она сблизится со светилом и окажется всего в миллионе километров от него. Это в 150 раз ближе, чем наша планета. Этот пролет небесного тела обещает стать самым зрелищным космическим шоу последних лет. Комета и так уже претендует на звание самой яркой в столетии. А из-за того, что ее нагреет Солнце, сможет своим сиянием временно затмить Луну и стать видимой даже днем. Правда, по оценке ученых, шансы космической страницы на выживание составляют всего 30%. Ведь Солнце раскалит ее почти до 3000 градусов по Цельсию. Скорее всего, космическое тело разорвется на части. Туризм на экспорт национальный стенд Беларуси представлен на международной выставке, которая открылась сегодня в Варшаве. Там презентуют туристические достопримечательности, а также услуги туроператоров со всего мира. Планируется, что о нашей стране на протяжении трех дней будут рассказывать семь экспонентов. В частности, посетителям представят презентацию хоккейного чемпионата в Минске. Этот форум является представительной площадкой для установления деловых контактов. Так, в минувшем году в Польшу съехались более полутысячи экспонентов из 64 стран. Вероприятие посетили около 20 тысяч человек. Сегодня у православных начинается рождественский пост. На 40 дней верующим придется отказаться от яиц, мясной и молочной пищи, воздержаться от развлечений. Необходимо отвлечься от всего мирского и больше времени проводить в молитве. Все это ради духовного очищения человека перед великим христианским праздником Рождеством. Верующие уверены, благодаря посту высвобождаются силы для общения с Богом. При этом в церкви подчеркивают, что ограничение в пище – это лишь способ, который помогает человеку сконцентрироваться на духовном. Далее в выпуске «Спортивное обозрение» Анжелики Урман. Сообщайте нам свою информацию по телефону «Горячая линия», а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго и до встречи в 16.30. Субтитры создавал DimaTorzok